Произошло нечто невероятное. Я просто не мог в это поверить. Не то чтобы этот аскет сделал это, но это произошло в его присутствии. Вы верите в такие вещи? Допустим, вы не знаете, что такое электричество. Допустим, вы этого не знаете. Когда-то люди не знали, что это такое. Допустим, вы ничего об этом не знаете. И тут я скажу вам, если я просто нажму на определенную часть стены, весь зал зажжется ярким светом. Вы поверите мне? Вы поверите мне? Нет. Тогда я просто коснусь стены, и внезапно весь зал зажжется светом. Тогда вы подумаете, что я либо Бог, либо Его Пророк, либо Его Сын, либо еще что-то в таком духе. Не так ли? Или другими словами, все, что вы не понимаете, все, что на данный момент находится за рамками вашего понимания, для вас чудо. Мы всегда ищем чудес. Я могу сотворить одно чудо прямо сейчас. Вот эта бутылочка, как бы я ее не попросил, она упадет только вниз. Почему вы смеетесь? Это чудо, которое открыли уже давно. Его открыл Исаак Ньютон. И до него все падало только вниз. Но с тех пор это больше не чудо, потому что теперь мы его понимаем. Не так ли? Если вы не понимаете чудо жизни. Есть ли в ней чудо? Можно рассматривать это с двух сторон. С одной стороны, если вы посмотрите на что угодно. Каждая клетка в вашем теле, каждый атом — это чудо, если судить по тому, как все функционирует. Разве это не замечательное чудо, что вы сидите на этой планете и разговариваете обо всех этих вещах, когда она вращается с невероятной скоростью? Разве это не чудо? Разве это не чудо, что из двух простых клеток вы стали вот такими, и теперь можете задавать вопросы о самом процессе жизни? Разве это не чудо? Так что, если посмотреть с одной стороны, каждая частичка процесса жизни — это чудо. Если посмотреть с другой, то чудес нет. У всего есть обоснование. Все в этой материальной реальности происходит между причиной и следствием. Когда вы не понимаете причину, когда вы видите только следствие, не зная причину, вы думаете, что это чудо. Но вся материальная реальность происходит по принципу причины и следствия. Это так? Так что можно посмотреть на это с двух точек зрения. Точка зрения науки — чудес нет. У всего есть объяснение. У всего есть обоснование. С точки зрения мистика — всё чудо. Но между ними нет разницы. Это одно и то же. Мы рассматриваем всё с точки зрения науки. Потому что сейчас сильнейшим аспектом вас является логика. Не так ли? Не так ли? Если вы попробуете отмести свою логику и быть мистиком, это будет самообман. Вы можете лгать себе сколько угодно, но всё равно что-то внутри будет беспокоить вас вопросами. Ваш ум развед до такой степени, ваш интеллект развед до такой степени, что вы не можете избежать вопросов. Не так ли? Когда дело обстоит таким образом, то лучше подходить ко всему с точки зрения логики, по-научному. В противном случае ваш ум не оставит вас в покое. Сегодня вы можете сказать себе на всё воле Божья. Завтра утром ваш ум внезапно задаст вам неудобный вопрос. Если вы недалёкий, простоватый человек, тогда можете так думать. Но сейчас, когда у вас такой сложный ум, ставящий всё под сомнение, вам не стоит говорить о таких вещах. Когда вы смотрите на всё, что бы ни происходило, у всего должно быть объяснение. Я могу сделать многое из того, что вы не можете. Вы подумаете, что это чудо. Это не чудо. Просто вы не понимаете, как это происходит. Так что вы думаете, что это чудо. Допустим, сейчас у вас какое-то заболевание. Если завтра утром оно пройдёт, вы и ваш доктор подумаете, что это чудо. Я не думаю, что это чудо. Во-первых, вы не имеете права быть больными. Понимаете, вы создали заболевание. Как только вы станете осознанными, как только вы прекратите его создавать, оно прекратится. Вот и всё. Так что всё, что находится за пределами вашего нынешнего понимания, выглядит как чудо. Я не понимаю такой дискриминации. Для меня всё чудо. Да ладно, ладно! Всё, всё. Всё, всё, всё так сомiert. Всё, всё, всё. Всё, всё, всё. Сmpreека вести себя себе. Всё, всё и всё, всё. Всё.